Как создать материал в CMS Joomla? Это будет, в принципе, коротенький урок. Заходим во вкладку материалы, менеджер материалов, создать материал. Как видим, в главном окне у нас, как и уже в ранее рассмотренных уроках, есть похожие вкладки. Здесь мы задаем заголовок нашего материала. Давайте его назовем «Урок первый». Здесь мы напишем текст «Урок первый», либо скопируем его из текстового документа, ранее написанного нами, либо каким-либо знакомым копирайтером. Так, состояние опубликовано. «Алиас» это, как мы видим, применяется для создания сокращенной URL-силки, то есть на латинском языке. Если оставить это поле пустым, значит Joomla создаст его сама автоматически. Это значение будет зависеть от установленных на сайте параметров SEO, и это необходимо, опять же, для SEO-оптимизации. Так, значит, в принципе, материал, он у нас написан, введен, грубо говоря, да? Здесь можно потыкать разными кнопочками, изменить шрифт, размер, о том, как ставить картинки и другие фишки. Поговорим в следующих уроках. Пока расскажу, как вывести наш материал в то место, в которое мы хотим. Итак. Итак, выбираем категорию «Уроки», потому что материал у нас посвящен непосредственно урокам. Выбираем материал. Здесь мы можем назначить этот материал избранным. И, например, на главной странице сделать ленту из избранных материалов, то есть тех материалов, которые мы в первую очередь хотим показать нашим посетителям блога. Давайте сделаем его избранным. Доступ у нас будет без ограничений. Здесь можно вставить, например, метку «Уроки». Да, только их изначально надо создавать. Но о них мы поговорим, опять же, в следующих уроках. Так. Публикация. Как и впрочем, можно описать дескриптор. Как описывать их, более подробно рассмотрим, конечно же, в дальнейших уроках. Но это будет что-то наподобие «Уроки по программированию» и бла-бла-бла. Собственно, этот дескриптор будет показываться в поисковых системах по заголовкам нашего материала. И «Кейвордс» в принципе тоже пишется через запятую различные варианты тех поисковых фраз, которые вбивает пользователь в поисковые системы. Здесь мы, в принципе, все можем оставить пустым. Это никак не повлияет. Изображение и ссылки. Так. Здесь мы можем вставить изображение, которое будет показываться при превью нашего материала. То есть, вставляется картинка в ту часть текста, которая будет показываться изначально не полностью, а с ссылкой более подробно. А здесь мы можем уже вставить ту картинку, например, уже другую, которая будет в самом непосредственном материале. Об этом мы тоже поговорим в следующих уроках. Так. Отображение. В принципе, ребята. Нажимаем «Сохранить». И проверяем, что получилось. Вкладка «Уроки» у нас открыта. Давайте ее просто обновим. И увидим, что «Урок 1» у нас появился в том месте, где мы, собственно, и хотели. Так. Давайте печи. В пункте «Меню» во вкладке «Главное» поменяем тип пункта на избранный материал. Так. Выбираем материалы. Избранные. В принципе, все. Больше делать ничего не надо. Осталось только сохранить и проверить, будут ли показываться избранные материалы по вкладке «Главное». Да, как вы видим, урок 1 мы назначали избранным, и теперь все избранные материалы будут у нас выводиться на вкладку «Главное». Если у вас остались вопросы, пишите их в комментарии. Всем отвечу. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!